Увлекательный детектив, шпионский боевик и романтическая драма. Истории, взятые из жизни. Собственно, это и есть сама история. История Казахстана, неотделимая от мировой. Наша версия. Загадки истории. Штрихи к истории. Он не просто вошел в историю, стал символом новой, казахстанской. Золотой человек. Весь его костюм – послание потомкам, пока не прочитанное. Одежду золотого человека и на те вещи, которые изображены на нем, особенно на его кулаке, что каждое изображение животное занимает свою нишу, свой уровень. Более четырех тысяч пластин благородного металла со стилизованными изображениями животных. И наиболее повторяющийся образ – образ барса. Крылатые снежные барсы говорят о том, что устремленность нового, молодого государства к новым свершениям. Легенды наделили его поистине фантастическими способностями. Крылатый барс – символ благородства, бесстрашия и божественности. Символ государственности. Штрихи тысячелетней истории. Снежный барс, опять же, символизирует волю, бесстрашие народа. Многие символы, они действительно связаны с тем же звериным стилем, который был принят в искусстве саков. То есть преемственность, она всегда существует. Барсы присутствуют в каждой кочевой, каждой степной культуре. Это касается и венгров. Митоз. Глава первая. Золотой сюжет памяти. Ты ждешь, ты жаждешь шороха, ты хочешь увидать хозяев гор. Хозяина хозяев барса. Хозяин хозяев. Увидеть его – большая удача. Символ из далекой древности в исполнении скифских мастеров. Самое часто появляющееся животное – это какое? Это барс? Кощачий. Кощачий зверь. Кощачий. Она может быть в виде барса, в виде тигра. Они везде присутствуют. Как ангел-хранитель. Ангел-хранитель мирового порядка. Скифы нередко изображали барса, оберегающего древо жизни. Враждебные животные, вроде кабанов, в поисках пищи подрывают корни дерева. А барс кабанов отгоняет. Интерпретация древнего сюжета. Это тоже фрагмент один из светильников. Счетствующего вокруг это светильника, барса. Это в Семеречи, да? Да, в Семеречи. Неизвестный мастер тысячи лет назад кропотливо прорисовывал линии на тончайших листах золота. Поверяя каждое движение, воплощал изгибы кошачьего тела. А вот еще один шедевр древнего искусства – реконструкция Крыма Алтынбекова. Это маска барса, найденная на территории Казахстана. Да, это так. Она относится к периоду культуры Семеречья и была найдена на кургане Челекты. Собственно говоря, на ней мы видим четверых животных. Одного готового к прыжку барса, двух горных козлов или изображение архаров, и одну птицу. Такой своеобразный язык символов. Письменное изображение, в которых используются не буквы, а рисунки для передачи сообщений. О чем именно хотели поведать древние художники потомкам тайнозначения международного. Венгрия. Город Весприм. Музей. Скифский барс путешествует по миру. В курганах на территории Венгрии найдены очень похожие предметы, которые находят на Черном море, на Алтае. В общем-то, мы были граничным пунктом скифской культуры на Западе. Древние люди, они изображали тех животных, которые видели ближе всего. И то, что здесь изображены барсы, это как раз идет отождествление той природы, которая окружает, и того мировоззрения, которое они себе представляют. Возможно, память прошедших тысячелетий отпечаталась на генетическом уровне. Глава 2. Повелитель вершин. Что за зверь идет сверху? Этот зверь барс крапчатый, говорят. По его голеням жемчуг струится, говорят. По его хвосту жемчуг струится, говорят. Кодекс Куманикус. Вершины, покрытые шапками вечных снегов, сверкающие алмазными гранями лед, пронизывающий ветер, и только он неслышно ступает меж этих безжизненных скал и снегов. Стоп, снято. Видео с фотоловушек. Он живет у нас в Алтае, в самых высокогорьях. И это надо отметить, что из хищников это самый высокогорный вид. И, пожалуй, один из самых малоизученных. Снежный барс – загадка для ученых. Камуфляж, данный от природы, издревле вызывал магическое восхищение. Пепельно-серая окраска с пятнами словно растворяет его на любом фоне. К тому же, в латыка высокогорья старается ходить по камням, почти не оставляя следов. Универсальный охотник. Барс ловит и мышей, и горных баранов. Когти у него, вот вытяните пальцы указательные, как раз и будет. И острый, как бритва, как потайной кинжал отточенный. Он зверь ночной, но в этот раз, как исключение сделал. Не ради нас, но на наше счастье. Интересно, что барс – это единственный из хищников, который ни разу, никогда, ни одного случая не зафиксировал нападение на человека. И не принес никогда травмы человеку. Именно эта особенность отличает его от собратьев по зоологическому ряду – леопардов, тигров и прочих представителей кошачьих. Приручить снежного царя, конечно, можно, но сделать свободный полет дрессированным, охотничьим еще никому не удавалось. А вот хвост у него, он действительно такой мощный? Нет, он на самом деле мощный, длинный. Это как роль вообще для самолета. Он прыжки совершает невероятно. До 15 и даже до 17 метров буквально перелетает с одного уступа на другой. С легкостью ходит по скальным карнизам. Живое воплощение духа гор. Во время прыжка этот хвост, ну, как у стрелы оперения, а у него, наверное, хвост служит для балансировки и для точности, наверное, приземления на жертву. Полет, запечатленный в золоте, легендах и топонимах. Арабский географ в 13 веке пишет, что есть верхний и нижний Барсхан. Нижний располагался недалеко от Тараза. Барсхан – город на расстоянии двух человеческих голосов от Тараза на восток. Аль-Магдиси. 13 век. И еще одна аномастическая история. Неофициальный символ этого города – представитель отряда кошачьих. Столица Каталонии – Барселона. Якобы легендарный отец кифов и греческий герой Геракл отправился в морское путешествие. По дороге один из девяти кораблей отстал и обнаружили его как раз здесь. Местность так и назвали – Барка-Нона, девятая лодка. По другой версии город основал исторически зафиксированный отец Ганнибала по прозвищу Барка – Молниеносный. Или основателями были поименно неотмеченные представители бесткотов и алан. Аланы – это одно из тех племен, которое, в общем-то, жило в наших местах, в нашем районе. Со временем они были или выдавлены, ассимилировались, короче говоря, на Кавказе. В V веке они завоевали Северную Испанию. В 476 году Барселону сделали столицей своего государства – Год Алания. Сами себя завоеватели якобы называли народ Барса. Из глубин Барсилии, первой Сарматии, вышел великий народ и стал господствовать на всей земле по ту сторону вплоть до Понтийского моря. Глубины Барсилии – это, предположительно, район Прикаспия. Античные историки упоминают о царских племенах Сарматов, и некоторые ученые соотносят их происхождение со словом «барс» – «басилы», «барсилы». Вот этот культурный регион между Оралом и Каспием, значит, Мангышлак, вот эти все территории, Каспийская, Каспийская низменность, да, Туранская земля, Туран и Иран. Вот две как бы системы. Иран там, Туран здесь, откуда выходим мы. Вот, значит, откуда выходит наша культура, наши, как бы, наши истоки. Впервые этноним Басилиды встречается у античного историка Плиния. Географ Птоломей пишет о Басилихоне. Ранние средневековые источники тоже зафиксировали в истории племя барсов. И все легенды, с этим народом связанные, ведут на Алтай. Глава третья. Священный тотем. Гуляя высоко в горах, встретила принцесса прекрасного юношу. На плечах у него была белая шкура. Они полюбили друг друга, но отец принцессы разгневался, юношу убил. Девушка ушла в горы, стала великой шаманкой и воскресила любимого в образе барса. Алтайская легенда. Алтай, она хранит очень много тайн. Именно Алтай, вы знаете, это и есть золотая колыбель тюркского мира. И здесь было великое переселение народов, то есть было переселение всех народов. И сама цивилизация именно как бы зародилась здесь. Таинственный народ барсов в истории мировой. Одно из болгарских племен, согласно некоторым исследователям, казанские татары тоже считают, что ведут от него свое происхождение. Есть версия, что упоминание об этом племени сохранилось и в названии казахского рода берж. Один из самых известных представителей этого рода как раз и назван в честь величественного животного. И не случайно именную перстень-печатку султана Бейбарса украшала голова Ирбиса. Это был самый великий мангук, который правил Египет за всю историю Египта. Ирбис крылатый. Олицетворение солнца, власти, силы. Да и вообще, барс – одно из популярных имен, еще с древности. Им нарекали, чтобы ребенок был таким же сильным и могучим. О царственном предназначении животного говорят и имена тюркских хаганов. Юкук-Ирбис-Дулухан, Ирбис-Шигульхан, Ирбис-Эшбара-Джакбухан, снежному барсу подобно. Часто встречалось это имя и во времена Улуса-Джуччи. У некоторых тюркских народов и племен тетемом или пропредком является сокол, лошадь, барс. Потом по тангам прослеживается этот путь, допустим, в тангах всех племен, которые есть сейчас. Потом это и в традиционном мировоззрении казахов и всех тюркских народов. Гордые и молниеносные звери запечатлены в тюркских орнаментах, геральтике и нумизматике. Барс с поднятой передней лапой и всходящим из-за спины солнцем на золотоордынских монетах. Сюжет, особенно часто встречающийся. В древнем тюркском календаре не было года тигра, год барса. Считалось, что это время изобилия и плодородия, время удачи. Так и говорили. В год барса все растет и богатство в дом приходит. Культура любого народа и вот эти символы, зоосимволы, они связаны с той геоландшафтной средой, в которой живет этот народ. У кочевников это кочеви, соответственно, горы и небольшие леса, скажем так. Тогда были большие, когда мы жили на Алтае. Там уже и леса, и горы, и равнины, и холмы. Вот это все огромное разнообразие, биоразнообразие, оно насыщает нашу поэзию, нашу литературу. Именно в год барса Чингисхан созвал Курултай, на котором его подняли на белой кашне. Воины носили на плечах шкуру этого животного, полагая, что она дает им неуязвимость в бою. Известный сюжет поэмы Шотару Ставели «Витязь в барсовой шкуре». Не в тигровой, а именно в барсовой. Кара-каблан, черный барс, так называлось боевое искусство тюрок. Боевой дух формировали на основе образа сильного животного. Чуткая координация движений, разумная осторожность, молниеносный бросок. Эпилог. Крылотый барс. И еще одна тайна. Что делает этот величественный зверь на недоступных для всех остальных животных высотах? Там, в близости к богу неба Тенгри, снежный барс оберегает и защищает род людской, объясняли наши предки. Оберег, пронесенный через тысячи лет. Сакральный образ, так любимый скифскими и сармадскими художниками, популярности своей и сегодня не теряет. Многие символы, которые использованы в современных символах республики Казахстан, они действительно имеют свое древнее происхождение. Уроки прошлого в основании будущего. Воспитые в легендах Чиканины, выгравированные золотом высшие пробы, ангел-хранитель древних народов и государств. Он и сегодня функции стража мирового порядка не сложил.